Добрый день, дорогие юные друзья! И хотя темой сегодняшнего разговора «Семья», я не намерен говорить о том, что семья – это абсолютное счастье. О том, что жизнь вдвоем даже с экономической точки зрения легче, вам расскажут учителя. О том, что жить вдвоем легче психологически, расскажут психологи. Но вы их слушать не будете, потому что многие из вас в семью не верят. Почему? Потому что семья для понимания многих из вас сегодня – это абуза и труд. Но вам ли понимать, что преодоление трудностей дает настоящую свободу? Я не ошибусь, когда скажу, что вы же в большинстве считаете, что счастье – это ничего не делать, а свобода – это делать все, что хочется. А чего вам хочется, спросите себя? Честно спросите. Вкусного, развязного, крутого, запрещенного и вредного. Именно потому, что оно доставляет сиюминутное удовольствие. А еще всегда хочется ничего не делать. Почему так? Такова природа человеческого мозга. Мозг ленив. Он устраивает все так, чтобы минимально напрягаться. Мало, очень мало людей, способных концентрировать свой ум на поставленной задаче. Скажу больше. Мало кто умеет перед собой ставить цели. Почему? Да просто потому, что нужно прикладывать усилия. Но запомните. Все настоящее, что приносит счастье, является результатом усилия над собой. И это – духовный закон. И тот, кто испытал хоть один раз радости решения трудных задач, преодоления непреодолимых обстоятельств, кто пережил озарение и почувствовал свой внутренний потенциал, тот уже не будет искать счастья в курении и в низменных чувствах. Тот, кто сумел создать красоту, уродство не создаст. Мозгу, человеческому мозгу необходим опыт преодоления. Его нужно развивать, чтобы не остаться пещерным по своему внутреннему состоянию. Перепещерным и, не дай бог, уподобиться животному. Знаете, зачем в человека впрограммирован богом и природой подростковый возраст? Чтобы вырваться из родительской семьи и стать самостоятельным. Физиологически в этот период формируется половая система. Для чего? Ой, что это я за вопросы глупые задаю себе перед вами? Все же знают. Конечно, для деторождения. А вы подумали, для чего? Для разврата? Для удовольствия? Нет. Не дай бог. Разврат можно приравнять к медленному самоубийству. Тот, кто рано окунается в эти опасные для вашего возраста отношения, убивает в себе душу и калечит душу объекта своих первых опытов. Душа, особенно в вашем возрасте, требует развития точно так же, как мозг. Душа, равно как и мозг, предназначена для решения высоких и трудных задач. Она должна сперва научиться любить и выбирать добро. Образно говоря, вы должны научить ее летать. А как летать, если тело бушует, страсти играют, гадости вылезают изнутри? Так вот, юность дана, чтобы научиться обуздывать себя. Если вы не испытываете возвышенных чувств в этом возрасте, а они, возможно, только при усмирении низменных, считайте, что вы остались в пещере навсегда. В пещере, я говорю, образно. Но вернемся к подростковому возрасту. Как обычно, подростки под влиянием своих гормонов пытаются вырваться из опеки родителей, доказать самостоятельность, частенько через протесты и отрицания, причиняя жуткую боль маме и папе. Так неужели вы считаете, что чем больнее им, тем вы более независимы? Если волосы у вас синего или розового цвета и через слово мат, то вы что, сама самостоятельность? Разочарую вас. Вы просто раните близких людей, но взрослее от этого не становитесь. Наоборот, взрослый человек стремится понять другого человека. А подростки требуют, чтобы только их слышали. Если открыть интернет и почитать, что пишут ваши сверстники, а может быть и вы, то создается ощущение, что все родители мира монстры с диагнозом психопатов. И тогда у меня вопрос. А вы сами-то кто по отношению к родителям? Вы сами научились прощать их немощь? Ведь себя вы прощаете? Вы научились уважать их опыт? Так вот, взрослость и любовь заключается в том, чтобы уметь понимать других и служить другим, а не в позерстве. Взрослость – это не про разврат, а про любовь. Научитесь любить своих родителей, даже если вы с ними не согласны. Послушание не означает безволие. Послушание – это познание себя, преодоление себя. Вы все равно самостоятельно будете выстраивать свою линию жизни. Вы сами ищите свою цель, но при этом идете к ней не по головам и не измазавшись в грехах на зло маме или папе, но защищенные, дай Бог, духовным опытом родителей. И даже если они неправы, вы всегда можете объяснить свою точку зрения, а не ранить сердце тому, кто дал вам жизнь, а значит, и саму возможность быть самостоятельными. А для иллюстрации я расскажу вам о силе послушания. В начале прошлого века один молодой человек пришел к родителям спросить совета, куда ему поступать учиться. Они говорят – на бухгалтера. Молодой человек расстроился, потому что он ненавидел рутину и скуку, но, будучи верующим в Бога, не ослушался наказа, совета. И если хотите – благословение. Как говорят, отучился через «не хочу». И тут произошла революция 1917 года. Его и друзей арестовали, отправили на Соловки, где от голода никто не выживал. Когда он прибыл в лагерь, его по образованию определили работать бухгалтером, соответственно, кормили и относились более-менее человечно. В итоге послушание родителям спасло ему жизнь. Из его друзей никто не выживал. Вот поэтому еще запомните один простой социальный закон. человек вне семьи не существует. Он рожден родителями или сам становится отцом или матерью. Понятно, что право им полной самостоятельности обладает только в статусе главы семьи. И поэтому, как бы вы сейчас не боролись за свою независимость, все равно перед Богом, перед обществом, перед страной, даже узкой, перед классом и школой, вы будете обладать полной суверенностью только, когда станете супругом или супругой. А если вы не имеете своей семьи, то даже в 50 лет вы останетесь в лоне семьи своих родителей. Вот так. А теперь думайте, нужна ли вам семья. Думайте, кому вы такие нужны. Ставьте перед собой цели и трудные задачи. Воспитывайте себя. Думайте о смысле жизни. Только не в разрезе пещерного эгоиста, но хотя бы в разрезе своего народа. вы ведь, как собственно и мы все, его неотъемлемая часть. Анастасия Анастасия